Девушки отдыхают Это трость-пистолет 19 века. Представьте, вы увидите Джека-потрошителя и выстрелите в него. Это было бы классно. Я Билли Лерой, коренной нью-йоркец. Можно я сделаю предложение, от которого невозможно отказаться? Мой магазин на Манхэттене стал легендой и среди местных жителей, и знаменитостей. Но когда магазин снесли застройщики, мне пришлось начать заново на другой стороне реки, в Бруклине. Мои товары вас поразят. Горная галбица. Где ты ее откопал? Бонд? То, что надо. Лучи ультрафиолета. Невероятно. Я открываюсь. Расскажи об этом всем. Уникально. Я живу ради этого. Покупаю, восстанавливаю. И иногда 4 тысячи. С неохотой продаю. Самые невероятные исторические предметы. Билли скупает Бруклин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пол, зацени. Я подобрал его на дороге. Что это за барахло? Барахло? О чем ты? Я знаком с Билли с 2007 года. Я начал работать с ним в Хаустон-эн-Бауэре. У него было много странных вещей, а у меня мебели. Магазин стал легендой, но затем закрылся. А потом он сказал, что откроет магазин здесь. Как думаешь, какого года этот велик? Похоже, что из 80-х годов. 80-е. Посмотри на Пегги. Да. И имя Хара. Это золото. Парень по имени Боб Хара был отцом-основателем, как Джордж Вашингтон для трюковых велосипедов. Боб Хара был типичным парнем из Калифорнии, который вырос, катаясь на скейтбордах и велосипедах BMX. Однажды у него возникла идея. Почему бы не прокатиться на BMX в скейт-парк и не проделать скейтерские трюки? Так родился новый спорт под названием BMX фристайл. Боб начал делать собственные модифицированные рамы для фристайла. Его первые рамы стали популярными среди коллекционеров. Можно подумать, что BMX фристайл был темой для окраин, но это было очень популярно в Нью-Йорке. Угадай, сколько я заплатил? Нисколько? Ты готов? Да. 250. Ты заплатил 250 за это? Послушай. Если 84-й и 85-й год, то это чистое золото. Надо его отмыть. Отнесем его к Эндрю в Мессерол. Не уверен, что мы сможем починить этот велосипед. Я ему доверяю. Не сомневаюсь. Это золото. Он желтый. Броган, посмотри, что случилось. Сделка? Да. Я заработал деньги, Броган. Смотри, что я нашла в музыкальной комнате. Вещи Билли не должны лежать в моей комнате. У него есть магазин на первом этаже. А второй этаж – моя территория. Он все время пытается туда что-то пристроить. Я сказала ему, я буду бросать вещи с лестницы. Ты давно хотел сделать что-то с Кларком Гейблом. Я думал об этом плакате. Он крутой. Этот парень – мой кумир. «Америка сражается» – фильм, в котором снялся Кларк Гейбл во время Второй мировой войны, чтобы вдохновить людей покупать облигации военного займа. У меня этот плакат уже 20 лет. Ты очень похож на Кларка Гейбла. Так говорят мои друзья. Перестань, я совсем на него не похож. Разве что усиками. Афишу надо привести в порядок. Я отнесу ее на реставрацию, пока она не рассыпалась. До встречи. Увидимся на ужине. Я отправляюсь в мастерскую моего друга. Филипп классный. Он лучший реставратор плакатов в Нью-Йорке. А значит, он лучший реставратор в мире. Билли, что ты мне принес? Мне очень нравится этот плакат. Посмотри, какая красота. Я Филипп Уильямс, я собираю старые плакаты. У меня самая большая продаваемая коллекция плакатов в мире. Боже, Кларк Гейбл. Это редкая афиша. Я такой раньше не видел. Правда? Да. У нее невероятная история. 1942 год. Бушует Вторая мировая война. Одна из самых больших звезд на планете, Кларк Гейбл, отправляется сопровождать пилотов, бомбящих Германию. Америка сражается. Отличный фильм. Он беседует со всеми артиллеристами и пилотами. Видно, что он общается с ними на равных. Также он вылетал на очень опасное военное задание на Ви-17. Он рисковал жизнью. На самом деле, 20-миллиметровый снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от его головы. Он хотел сражаться, поэтому он крутой. Мы можем его восстановить? Посмотрим повнимательнее. Тут водорастворимый скотч. Его будет легко удалить. И надрывы? Да. Филипп, я хочу спросить, видишь эти заломы? Да. Сможешь их разгладить? Можно сделать их почти незаметными. Здорово. У меня этот плакат уже 20 лет. И жена, наконец, убедила меня его восстановить и поместить в рамку. Буду рад это сделать. Почем? Думаю, 150 долларов хватит. Отлично, увидимся. До встречи. Филипп, спасибо тебе. Афиша лежала у меня в ящике. Филипп сказал, что она очень редкая. Я хотел оставить ее себе. Лоррейн тоже настаивает. Но не знаю, может быть, я ее продам. Я продюсирую хип-хоп-музыку для многих андеграундных исполнителей в Нью-Йорке. Как поживаете? Все в порядке. Я принес редкий товар. Редкий? Да. Как вас зовут? Я Дэйн. Ясно. Сценическое имя Уэйби Дагод. Понятно. Покажите, что внутри. Вот это да. Это Роланд Тиар-808. Святой Грааль драм-машин, да? Наверное. Она работает? Конечно. Я разбираюсь в таких вещах. Марвин Гей, Уитни Хьюстон, Ауткаст, Бести Бойс. Все использовали такие. Тут главное — низкие басы. Этот прибор создает громоподобные басы. Именно. Тиар-808 — идеальный пример того, что ценится сейчас. Но в свое время это был провал. Когда их выпустили, они стоили около тысячи долларов и плохо продавались. Поэтому Роланд через несколько лет снял эту модель с производства. Вскоре они стали появляться в секонд-хендах всего за 100 долларов. При такой цене они были доступны для нового поколения продюсеров и исполнителей. Говорят, Тиар-808 стал для хип-хопа тем, чем Фендер-Стратокастер стал для рока. Я должен показать это моей жене Лоррейн. Она музыкант. Лоррейн! Она идет. Ух ты, 808-й. Их никто не продает. Почему вы его продаете? У меня таких два. Я хочу принести эту жертву музыкальным богам, чтобы построить свою студию. И что нам делать? Купить его. Я еще не услышал цену. Я бы хотел получить 6 тысяч. Черт, мне вдруг стало жарко. Эта сумма звучит безумно, но он не сильно ее завысил. Стоимость диктуется редкостью. И поскольку никто не продает эти старые драм-машины, когда одна из них попадает на рынок, люди сходят с ума. Это как Раэль Стейнвей. Люди покупают их, чтобы использовать. Они хотят получить особое звучание музыки и готовы за это платить. 4 тысячи. 4,5. Можно включить и проверить? Конечно. Хорошо. Ясно, почему эти аппараты были в свое время так популярны. Вы просто втыкаете их в колонку, и можно работать. Вот это каждый звук, который создает ударная установка. Я должен это увидеть. Если собака будет танцевать, то по рукам. Отлично. Иди сюда, Броган. Броган, иди сюда. Иди сюда. Да, кажется, мы его берем. Думаю, я получил справедливую цену. Когда пес затанцевал, я понял, что продам этот аппарат. Я уже знал.